Еле-еле аж поднялась, обмылась, переоделась, легла в пузы жителям, что пинается, переворачивается, поперечность лежала вот так вот. У меня такое ощущение, что сейчас ложиться как надо. Хочу на бок лечь, потому что так уже устала спина, уже 40 минут так лежу. Полулежа, да? А Ляля не нравится на боку, ни на одном, ни на правом, ни на левом. Пинается еще хуже, хочет вот так, чтобы я лежала. Ну лежу, а что делать? Сейчас надо еще встать, чулки одеть. Ах, а я встать не могу. Сейчас еще минут 10 полежу, и надо брать себя в руки и одевать хотя бы чулки. У меня такое пуйяко. Да, Аллах, все, кто мечтает о ребеночке, чтобы Всевышний дал вам малыша. Вообще, быть мамой, это, конечно, классно, это тяжело. Очень тяжело, особенно в переходной возраст. У меня у Калины и у Кирилла начинается, но все же, это классные ощущения. Что тебе такого интересного, Темыч, заказали? Башня помощника! Ничего себе, а у нас Тема такой помощник! Давай смотреть, что же там внутри коробки, Темыч! Все так аккуратно упаковано. Ух ты! Теперь твоя помощь мне будет безопасна для тебя. Где инструкция? Все идет, вот видите, в комплекте. Подарочки. Всегда, кстати, в фабрике Кузя подарочки. И у них инструкция такая классная, красочная, такая яркая и понятливая. Я на кухне со своим главным помощником. Он без меня никуда. Ну и я его боюсь одного оставлять в комнате. Поэтому всегда его беру с собой. Да, мой сладкий? Это мой помощник, который любит мне помогать. Чтобы маме скучно не было на кухне одной. Дайте, дайте их показывать. Он любит, чтобы он был побыше. Я ему раньше ставила обычный стул. Но это опасно, потому что он у нас очень активный ребенок. И расшатывает стул. Несколько раз чуть не упал. А у нас на полу постелена плитка. И я боюсь, не дай бог, он не ударится сильно. Ну, плитка сам не понимает, это больно. Я увидела у нескольких блогеров вот эту красную пасту. Туалетница, как она правильно называется. Вот прям для таких активных детей, как Тёмных, любителей помогать, это то, что надо. Это фабрика Дург Кузян. Мне очень нравится их изделие. У нас есть стол, у нас есть стол со стулом. У нас действительно качество на высоте. Мне нравится, что всё обработано качественно. Нигде ничего не торчит. То есть дети же с трубой звуками, да, и чтобы это было небезопасно. Но здесь покрашено. Материалы используются гиполергенные. Собирается эта башня очень легко и просто. У меня муж его собрал очень быстро. Инструкция прилагается, и все детали тоже в наборе идут. И очень классно, что есть здесь такие вот прирезиненные вставки. Что, ну, у нас, например, Артём ходит босиком. У него не скользят ноги. Это огромный плюс. Плюс ещё есть вот такая вот защитная шторка. Когда он сюда залазит, я его просто так вот закрываю. Это очень удобно. То есть что-то можно вообще вот так вот убрать. Но он пока ещё совсем маленький. Конечно, лучше будет с такой защитной шторкой. Очень удобно. Занимает мало места. И что огромный плюс, что устойчиво. Не как стул, который можно спокойно такому вот активному ребёночку расшатать. Здесь довольно-таки много места. То есть даже крутенький ребёнок без проблем поместится. Тебе нравится? Тебе нравится? Вот он здесь сидит, стоит. В общем, ему здесь комфортно. Видите, хватает места и надо посидеть, и надо постоять. И я могу спокойно заниматься своими делами, зная, что он не упадёт. Говорят, эти два или три дня магнитная буря, ещё и дождь. И камень самого утра. Такого настроения. Да, Аллах, мне терпение и сила. Это уже просто невозможно. Сил уже, честно говоря, всё меньше и меньше. Ну, это лучше улыбаться было. На улице такая вот погода. Дождик. Состояние, конечно. Ну, что это, я уже ей норофен дала, нос подала, покушать дала. Ну, всё, ничего не помогает. Погода сегодня, конечно, так и шепчет. Сидите дома и ничего не делайте, лежите. Но так не бывает. Иду я по делам хорошо, хоть дождя нету, дождь прекратился. Потому что мои дети сломали все зонты. Вот, иду я в жилотдел. Я два месяца не могла записаться. Потому что они ведут запись один раз в неделю, в четверг. И всего лишь один час. Представляете, это Евпатория и пригород Евпатории. Дозвониться до них невозможно было. Дозваниваешься, например, в 10.01, всё, запись уже закрыта. Еле дозвонилась, записалась. Вот, сейчас иду. Надо ж мамины дела доделывать, всё это сделать, оформить. Благо, жилотдел здесь рядом с домом. Сейчас пойду. На улице какая-то погода, вот воздуха нет, дышать не ищу. Через дитя лужи, грязь. Чтобы в лужу не влезть, в грязь не влезть, надо под ноги смотреть. Фух. Жилотдел. В подвальном помещении спуститься-то ладно. Там такие крутые ступеньки. А вот что-то подняться. Фух. Тяжеловастенько было. И никуда не присядешь, потому что лавочки мокрые. Хотя пока я там была, уже солнышко выглянула, хотя я там была недолго. Писочки запели. Красота. В золотделе есть один классный специалист. Никита зовут точно, а вот точно, по-моему, Сергеевич. Ну, не буду обманывать. Это реально классный специалист. И очень хороший человек. Который так все по полочкам разжевывает, рассказывает, что даже я вот в таком рассеянном состоянии все поняла. Сейчас иду в нашу управляющую компанию взять справку о составе семьи. И надо за мужа занести эту справку. Мы же, он, точнее, не мы, а он, с детьми встал на квартирный учет, на получение квартиры, как семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Как семья, воспитывающая ребенка-инвалида. Но меня в эту шайку-лейку, скажем так, не взяли, потому что я с ними приписана по другому адресу. И на меня квадратные метры в квартире не будут выделяться. Только, хотя у нас законный брак. Я мать, я по уходу за ребенком-инвалидом. А я не считаюсь. Но абсурдность закона для меня непонятна. Что там употребляли, когда вот этот закон приписывали. Ну и мало ли где я приписана. Я мама. Да, у нас законный брак. Как так вот разделять семью, я не понимаю. Ну да ладно. В общем, мы имеем, что имеем. Сейчас эту справку возьму. И донесу как раз здесь все рядышком. Чтобы уже на другой день не откладывать. Кстати, справку о составе семьи нужно каждый год до 1 июня приносить. Иначе вы вылетаете с очереди. Это касается, он мне сказал, любой очереди, кто стоит на квартирный учет. Ну только встал, да, имейте это в виду, если вам не сказали. Я сразу хочу сказать по поводу квартирного учета, чтобы не было потом писанин, разговоров каких-то. Ваши здоровые дети ходят в школу на развивашки. Вы можете работать. И вы можете купить. А я не могу работать. И мой ребенок никуда не ходит. Поэтому да, я считаю, что государство нам должны выделить. Потому что на нашего ребенка не выделяются деньги на то же обучение. Как ваши дети обучаются 9-11 лет в школе. Вот как раз вот эти деньги, это компенсация за квартиру. Так, уже иду обратно. Как красиво, да? Глаз радует. Все же весна, лето. Такая, я люблю теплое время года. Холодное время не могу. Прям для меня это тяжело как бы. Один-два дня, там снегу порадоваться, все, хватит. Я теплолюбивый человек. У меня не настроение. А когда вот тепло, хорошо, зелено. Настроение классное. Я бы с удовольствием жила. Там, где вечное лето. Хотя, может, это тоже тяжело. Ну, мне кажется, нет. Мне было бы комфорта. Птички поют. Солнышко светит. Везде зелень. Ну, красота. Так, я смогу. О, ладно, вдруг там грязь. Лучше обойти. Слышите, да? Как птички поют. Кайф. Мне нужно подняться еще на третий этаж. Что-то голова сильно кружится. Прям не могу. Вроде поела утром. Прям не плохо вообще. Надо срочно полежать. Даже не посидеть. Буду с остановками, чтобы хуже не стало. Хочу хоть на третьем живу тоже. Лифт же нам делают. Поэтому пока так. Ну, ничего, зато сделают. Буду у нас новый лифт. Кирюша, сейчас для твоих машинок Тёма парковку соберет. Только ты не ломай, понял? Ломать не будешь? Кирилл, так как... Ты зачем пьешь? Ух ты, Яромат. Кирилл так аккуратно играл с этой игрушкой. В идеальном состоянии. Интересно, до чего доведет этот Яромат? Не терись! Он ее разрушил. Маменька! Не разрушит, да? Он ее просто разрушил. О, Кайф. Что там? На рыбу пощегается. Вкусная колбаса. Я ему редко такое даю. Но сейчас увидел, попросил. Несу такие большие балам куски в ротик. Нету? Вкусно тебе? Артем, прожевывай. Артем, я сейчас заберу. Артем. Прожевывай потом, будешь. Никто у тебя эту колбасу не заберет, не бойся. Сарабаш. Не суй больше. Красотка устала. Походила по рынку. Камена. Прожевывай. Субтитры сделал DimaTorzok